Всем привет, друзья! Выпуск под номером 79, Drone News, очень крутые и интересные новости. Поехали! На этой неделе состоялся розыгрыш Status Pro и приз уже уехал к победителю. Если, к сожалению, так случилось, что выиграл его не ты, не отчаясь, и скоро будут еще розыгрыши, поэтому подпишись, чтобы их не пропустить. А мы поехали к новостям. Поговорим немного о производстве дронов в России. Минпромтор КРФ учил предложение о наличии отечественного программного обеспечения в беспилотниках, чтобы включить их в реестр промышленной продукции. В новой редакции проекта постановления также учтено предложение о наличии полностью отечественных компонентов в беспилотных авиасистемах. Утвержден новый национальный стандарт ГОСТ Р70802-2023, который устанавливает требования к беспилотным авиационным системам для пожаротушения, аварийно-спасательных и других работ. Стандарт направлен на повышение технических характеристик и качество создаваемых баз, а также на унификацию их составных частей и элементов. Он упростит процессы проектирования, изготовления, закупки и эксплуатации. ГОСТ Р вводится в действие с 1 декабря 2023 года. Более подробно об этой новости вы можете прочитать по ссылке в описании. Все российские соревнования по подводной робототехнике АНПА прошли в лицее Иннополис. Участники командных соревнований программировали автономные подводные аппараты для выполнения задач в бассейне. Тематика соревнований связана с исследованием Мирового океана, а миссии моделируют разные задачи. Участие в соревнованиях получили команды-призеры окружных региональных соревнований из разных городов России. Кстати, друзья, у нас недавно вышел ролик про подводные дроны. Ссылочку оставляю в описании под этим видео. На выставке под названием Иннопром 2023 в Екатеринбурге были представлены беспилотные авиационные системы с технологией водородного топливного элемента. Такой дрон способен переносить грузы весом 100-150 кг и лететь до 4 часов. Также были представлены разработки от компании Навигатор, малогабаритная радиотехническая система Корма, которая обеспечивает посадку, навигацию и наблюдение за воздушной обстановкой. Выставка довольно большая, экспонатов много. Если интересно, подробности вы можете узнать по ссылке в описании под этим видео. Компания Робоавиа планирует построить в Ростовской области завод по производству БПЛА. Предполагается, что предприятие будет выпускать 1100 беспилотников в год. Какие это будут БПЛА и их характеристики пока не сообщается. Компания уже построила такой завод в Симперополе. Он выпускает 16 беспилотных воздушных судов в месяц. Лаборатория будущего представила беспилотник Канатоход для диагностики линий электропередач. Комплекс позволяет проводить мониторинг и обслуживание и ремонт линий электропередач без отключения электроснабжения. Он может в полностью автоматическом режиме выполнять диагностику состояния проводов, ремонт, нанесение защитных составов и установку оборудования. Команда Московского авиационного института и МГТУ имени Баумана получила патент на обучающий квадрокоптер Smart EduDrone для школьников и студентов. Квадрокоптер имеет небольшие размеры, полноценную защиту пропеллеров и модульную конструкцию, которую легко и безопасно разбирать и собирать в учебных целях. Масса устройства 345 грамм. Оно способно развивать скорость до 65 км в час. Также в Московском авиационном институте создали два сельскохозяйственных дрона. Система Агроскаут использует дрон с искусственным интеллектом для обследования и оценки состояния полей. Дрон оснащен сенсорами для избегания препятствий и может автономно следовать маршруту даже без связи с наземным пунктом управления. Он снимает фотографии и передает информацию в систему, которая с помощью искусственного интеллекта анализирует состояние пассивов и выявляет наличие сорняков. А система Агродрон предназначена для высокоточного распыления средств защиты растений и органических удобрений, а также аэропосева. В Якутии запущен пилотный проект по испытанию БАПЛА. Он направлен на определение наиболее эффективных сценариев использования беспилотных авиационных систем в регионе. Вместе с утечкой фотографий стали известны предварительные характеристики DJI Air 3. Вес 720 грамм, станция зарядки для трех аккумуляторов, время полета 46 минут, передача видео 20 километров. Также на нем есть умный режим Spotlight, Active Track, Point of Interest и Waypoint. Система передачи OcuSync 4.0. Две камеры с 48-мегапиксельным сенсором и высокой детализацией. Широкоугольная CMOS камера 1,1 к 3 дюйма. Телефотокамера с диагональю 1,1,3 дюйма с трехкратным оптическим зумом. Видео 4К 100 кадров в секунду. HDR видео 4К 60 кадров в секунду. И вертикальная съемка 2,7К на две камеры. Как сообщалось ранее, компания DJI планировала показать новый дрон еще в конце июня. Но релиз был перенесен. По какой причине, пока неизвестно. Может быть, это были технические неисправности, а может, не хватает мощности на заводах. Мне самому интересно, на самом деле, много ли ждет новый Air 3, или все-таки большинство ждет Mini 4? Пишите в комментариях, какой дрон ждете именно вы. DJI представила новые очки MotoGoggles для любителей экстремальных съемок. Принимаем заказы на данную новинку. Следующий новый слабонервным лучше не смотреть, а только слушать. В сеть выложили видео, снятое на дрон, которое показывает, насколько опасно может быть виндсерфинг. Кадры, снятые во время соревнований Fuji Surf Pro 2023, демонстрируют напряженные и жестокие условия, с которыми сталкиваются спортсмены. Их бьют и бросают мощные волны, развеивая ошибочное представление о том, что виндсерфинг – это расслабляющее времяпрепровождение. Компания DJI выпустила новую версию своего приложения DJI Fly 1.10.4, устраняющая проблему, из-за которой максимальная высота полета дрона была ограничена в 120 метрами. Для пользователей в Европе. Переходим к рубрике «Советы». Сегодня поговорим про очистку дрона от песка. Если в пропеллеры попал песок, то продуйте каждый пропеллер сжатым воздухом. Ну, точнее, не пропеллера, а мотор. Вручную поворачивайте двигатели, постепенно продувая элементы. Это должно очистить пробу от песка. Если вдруг это не помогло, можно попробовать промыть моторы с помощью спирта. А затем воспользоваться небольшой узкой щеткой для очистки между обмотками в самих моторах. В самых крайних случаях, если песка набилось очень много, можете обратиться к нам в сервис. Мы разберем, почистим, соберем обратно и отдадим вам работоспособный дрон. Переходим к рубрике «Вопрос-ответ». И поговорим сегодня об Insta360 GO 2 и GO 3. И какие в них, собственно говоря, отличия. Недавно Insta360 выпустила долгожданную GO 3. Крошечную экшн-камеру, которая весит всего 35 грамм. GO 3 оснащен 2,2-дюймовым откидым сенсорным экраном, который позволяет осуществлять дистанционное управление и предварительный просмотр снимков в труднодоступных местах. У GO 2 он, к сожалению, отсутствует. Новый экшн-пот заменяет старый чехол для зарядки и обеспечивает большую мощность зарядки, увеличивая время съемки до 170 минут. GO 3 также может похвастаться лучшим качеством изображения, снимаясь с разрешением 2,7К по сравнению с разрешением 1440p у GO 2. Благодаря оптимизации программного обеспечения были улучшена экспозиция, баланс белого, цвета и контрастность, а также добавлены новые режимы съемки. GO 3 обладает улучшенным тепловыделением, устраняя ограничения по длине клипа. И теперь доступна модель емкостью 128 ГБ. Также GO 3 имеет дополнительный микрофон для улучшения звука и голосовое управление 2.0. Важно отметить, что GO 3 немного больше GO 2 и требует других аксессуаров. Ну, соответственно, они не взаимозаменяемые. И переходим к рубрике «Место на карте». Самой красивой рубрике нашего выпуска. Сегодня поговорим про остров Альхон на Байкале. Остров Альхон – крупнейший остров озера Байкал. Он третий по размерам озерный остров в мире. Территория Альхона вместе с прилегающими островками входит в Рибайкальский национальный парк. На Альхоне наблюдается многообразие ландшафтов. Здесь есть и степь глубоко выдающимися в сушу заливами, и прибалтийские песчаные пляжи с дюнами, и густые леса, и суровые мраморные скалы, и болота, пышно заросшие разнообразными водными растениями. Если тебе понравился этот видос, обязательно ставь лайк, подписывайся на канал. Всем удачи и пока! Субтитры подогнал «Симон»!